Смотрите в этой пропуске. Я верю в то, что церковь, она предназначена для того, чтобы каждого из нас ввести в полноту нашего призвания. В последнее время некоторые люди говорят, слушай, хороший спикер приехал, Портланд, Кавасаки, богатый дядя, ой, отец, бедный отец. И все думают, вот сейчас пойду, научусь уму-разуму, он меня сможет промотивировать, и я сразу стану богатым отцом. Некоторые люди пытаются найти способ, как лучше стать. Мне нравятся все мотивационные спикеры, это все хорошо, но есть один недостаток. В том, что все они работают только с душой, с чувствами, с разумом и с волей. Но я понимаю то, что есть единственное место в мире, где работают не только с душой, но и с духом и с телом. Интересно то, что любое изменение в жизни человека, оно может прийти только тогда, когда есть откровение в сам дух. В сам дух. Если иногда мы послушали, мы эмоционально загорелись, мы приняли какое-то решение на душевном уровне, послушали, идем и пытаемся делать, и потом что-то не получается. Знаете почему? Потому что откровения в дух не было. И самое лучшее место, где происходит откровение в дух, изменение в жизни человека, это церковь. Вы знаете о том, что в действительности в церкви это самое лучшее место, где укрепляются наши семьи. Где муж, жена, дети слышат слово, формируются на основании правильного учения и потом живут соответственно этому. То есть вы понимаете о том, что церковь это самое лучшее место для формирования мужа, жены, детей, семьи, любых взаимоотношений. Поэтому я верю в то, что церковь, она предназначена для того, чтобы каждого из нас ввести в полноту нашего призвания. Церковь предназначена для того, чтобы ввести в полноту нашего призвания. В церкви происходит разрушение сдерживающих факторов. В церкви происходит обрезание лишних вещей. И когда человек уже обрезан, готов, он может входить в полноту своего призвания. Поэтому сегодня я и хочу говорить на тему церковь это больница. Кто из вас воспринимает церковь как больницу? Кто из вас чувствовал, что происходит что-то в церкви такое? И пошел счастливый. Кто из вас переживал такое? Если еще не все переживали, значит вы еще не поняли, что церковь это больница. И сегодня я хотел бы, чтобы это откровение пришло в нам, в нашу церковь особенным образом. Вы знаете, я думаю, что, я уверен, что каждый человек несовершен. Кто из вас совершен сам по себе? Кто несовершен? Жена, понятно, да? Кто из вас несовершен? Есть такие люди? Я думаю, что все мы немного несовершенны. Кто-то приходит, у него насморк, да? Физический. У кого-то духовный насморк. Да? Бывают такие моменты? Кто-то приходит, у кого-то сердце болит, а у кого-то душа болит. Бывают такие моменты? Кто-то приходит, у кого-то голова болит, а второй просто больной на голову. Бывают разные диагнозы, разная ситуация в жизни каждого человека. Поэтому церковь это самое лучшее место, где происходит исцеление и формирование. Итак, Иисус сказал в Матфея в 13 главе, 14 стихом написаны такие слова. Смотрите, что говорит сам Иисус. «Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат». «Нужно уши полечить, сердце полечить, их глаза своим сомкнули, и не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Христос сам говорит, «Я самый лучший хирург в мире». Иисус говорит, «Я могу исцелить любую болезнь». Если что-то вам непонятно, может, разум где-то чуть-чуть. Или сердце говорит, «Я могу прикоснуться и исцелить». Поэтому Иисус сам занимается этим делом. Вы знаете о том, что я вижу, исцеление происходит в судьбе каждого из нас. Я наблюдаю за некоторыми семьями у нас в церкви, например. Ровно год или два назад одна из семей приходила в церковь, они говорят, «Мы не видим смысла жизни, вообще не видим смысла». Но я вижу, они стабильно в воскресенье, на молитвенное собрание в пятницу, стабильно ходили, ходили. Их жизнь была расстроена, они думали, «Да, вообще есть ли смысл в жизни, вообще что хорошего в жизни?» И вдруг проходит несколько времени, они говорят, «А мы хотим уже ячейку вести, а мы видим призвание, а мы наслаждаемся жизнью». Вы знаете, вот реально, мы сидим здесь, а Бог работает с нашими душами. Мы поклоняемся, говорим, «Господь, очисти!» Вы думаете, это просто слова? Нет. Нет. Бог реально это делает. Весь народ сказал, «Амин». Бог реально. Когда ты молишься, проводишь время в молитве, ищешь, и говоришь, «Господь, приди, помоги!» Вы думаете, Бог что делает? Невидимым образом. Он отвечает. Я вам хочу сказать такое откровение. «Чем больше мы с вами будем в присутствии Господнем, тем здоровее мы будем». И весь народ сказал, «Чем больше ты будешь в присутствии Господнем во время молитвенных служений, искать Господа не просто стоять, искать. Чем здоровее ты, твоя семья, твое окружение, все, что Бог тебе дал, здоровее будет». Потому что Бог, Он хирург, Иисус, Он готов лечить каждого из нас. Аминь. Я знаю, что, например, вообще как происходит процесс выздоровления в больнице? Приходит, например, один, говорит, нога болит. И сразу можно сказать, «Ах, это нога!» Ногу надо лечить. Но вы, некоторые из вас знаете, особенно те, которые спинами занимаются, вы говорите, «Не, может быть, не нога, может быть, что?» Позвоночник. А кто-то, может быть, еще нерак какой-то там, говорит, «Слушай, так с нервами у него не все в порядке». Поэтому нога болит. И мы видим, иногда кажется, вот эта нога, ее нужно сейчас просто вылечить. Оказывается, там намного все глубже. Вот так же самое иногда жена приходит, говорит, «Слушай, у меня дети непослушные. Не знаю, что с ними делать». И иногда думаешь, «Ох, эти дети!» А если реально разобраться, то там, оказывается, проблема-то и не в детях, а проблема может быть в самой маме, маме, да? Все братья сказали, да? А я вам хочу сказать, братья, не всегда лишь только и в маме проблемы. В тещи проблемы. Вот это уже ближе к истине, да? Если реально посмотреть, то проблема вообще может быть в чем угодно. Может быть, даже в муже. Почему? Нет? Лжевучение. Реально. Я вам хочу сказать, ты до конца не знаешь, что происходит. Думаешь, гормональный баланс нарушен у жены. А гормональный баланс может быть нарушен по некоторым причинам. Вы знаете? Правильно? Может быть, просто без мужа. Или муж не выполняет свои супружеские обязанности. Или, может быть, просто месяцок прошел. Или, может быть, просто что-то произошло в жизни человека. И здесь уйма проблем, которые, может быть, причиняют дисбаланс в всей иммунной системе. И потом дети растут в нервной обстановке. Потому что нервная обстановка, она передается. Агрессия, расстройство. И поэтому дети такие. Поэтому, дорогие мои, я хочу сказать о том, что важный момент, чтобы мы понимали все эти вещи. Итак, первое, что я хочу сегодня сказать. Я хочу сказать о том, что к любой операции, операции, да, в больнице происходит подготовка. Если мы говорим о том, что церковь – это больница, тогда во время наших служений происходит что? Духовная операция. Итак, как подготовиться к духовной операции? Вы знаете, что операционная комната – это наша церковь. Покажите операционную комнату. Смотрите, в операционной комнате есть мониторы. У нас тоже мониторы есть. Там много всяких инструментов. У нас тоже полно всяких инструментов. Видите? Церковь – это операционная комната. Реально, там все есть то, что может нам показать. Шнуры, мониторы. Полно разного света. Светит со всех сторон, думаешь, чтобы увидеть, где там проблема, в ком или в чем. Сейчас на меня весь свет, так что вы видите все проблемы здесь. Итак, операционная комната – это церковь. И прежде всего больного берут и сначала завозят его на каталки. И очень часто во время прославления мы просто заезжаем на каталки. Встали, мы готовы к операции. Подключаются приборы. Сердцебиение. Слушаем сердцебиение. Через раз. Ну ничего, все нормально. Заходит анестезиолог. Анестезиолог, да? Мы знаем, что во время прославления есть момент поклонения, когда ты чувствуешь прикосновение Духа Святого. И ты чувствуешь, что ты уже ничего не чувствуешь. И ты чувствуешь, вот он Бог. Тебе уже нет разницы, что происходит вокруг. Ты иногда уже даже своих ног не чувствуешь. Дух Святой – это самый лучший анестезиолог. Я вам точно говорю. Когда Дух Святой прикасается, ты уже думаешь, Господи, как хорошо. Кажется, никаких проблем нет. Конечно, дали дозу Духа Святого. Анестезиолог, да? И сразу хорошо. Это хорошо. Это нормально. Во время поклонения, если ты чувствуешь легче, если ты чувствуешь присутствие Духа Святого, это хорошо. Ты должен это чувствовать. Ты должен это всегда чувствовать. И вдруг в эти моменты тебе уже нет разницы, кто там медбратья, медсестры стоят вокруг. Или лучше сказать просто братья и сестры, да? Братья и сестры. Тебе уже нет разницы, кто что думает, кто во что там пришел, что он говорит, что он делает. Это состояние. Я хочу сказать о том, что когда вы во время поклонения не обращаете внимания на окружающих людей, это правильное состояние. Пока ты еще обращаешь внимание на то, кто что там делает, ты еще не вошел в присутствие Духа Святого. И я хотел бы, чтобы вся наша церковь, реально, она входила просто в присутствие Духа Святого. И ты тогда будешь чувствовать, ты готов будешь провести так всю вечность. Это то состояние, которое нужно каждому из нас. Весь народ сказал. Я хотел бы, чтобы вы это услышали. Все мы это услышали. И тогда ты уже не обращаешь внимания на всех этих братьев и сестер, которые стоят вокруг. Я вам хочу сказать по поводу братьев и сестер. Вы знаете о том, что медбрат и медсестра, они прежде чем войти в операционную, они готовят себя. Правда? Они готовят себя. Что они делают? Они снимают одежду, одевают халатик. Правильно? Они одевают масочку, перчаточки одевают. Они готовят себя. Прежде нежели медбрат или медсестра заходит в операционную, они готовят себя. Это так, как должен выглядеть каждый служитель в церкви. Медбрат, медсестра, ассистент. Духу Божьему и Духу Святому. Я так готовлю себя. Господи, помоги, чтобы лишнего ничего своего не сказать. Господи, и руки мои, чтобы были без гнева и сомнения. Господи, Боже, и одежду. Я вам хочу сказать, сегодня призвание каждого человека готовить себя к служению. Если ты себя не готовил к служению, значит, ты не медбрат и не медсестра, не служитель. А попадаешь в категорию какую? Больных. Кто сказал это? Мои, смотрите, важный момент. Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас понимал, что каждый человек, он должен готовиться к служению. Ты должен готовиться. То, что происходит здесь, в воскресной, это не просто шоу. Я не просто отдел. Это происходит реальная духовная операция. Происходит реальная подготовка. И сегодня каждому служителю, слышите? Я хочу сказать, каждому лидеру, каждому ашеру, каждому гритеру, слышите, все гритеры, все ашеры, все участники группы прославления, группа прославления, вы меня слышите? Помашите меня рукой. Каждый человек должен готовиться к служению. Потому что, если вы не подготавливаетесь и попадаете в операционную, вы можете занести туда инфекцию. Вы можете занести инфекцию. Кто-то будет с гневом. А Писание говорит, без гнева и сомнений. Кто-то будет своим языком что-то не то говорить. Я вам хочу сказать, язык мой, враг мой. Сколько языком сделано вреда. Сколько языком мы делаем вреда. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы каждый это понимал. Чтобы вот это вот состояние было каждого из нас. Особенно тех, кто служит в любом из служений. Мы должны понимать, что мои уста. Смотрите, Писание говорит в Ефесянам, в 4 главе такие слова. Никакое гнилое слово, да, не исходит из уст ваших. А только доброе. Для чего? Для назидания в вере. Дабы оно доставляло благодать слушающим. Чтобы оно доставляло что? Благодать. Каждое наше слово оно должно доставлять благодать. Силу для жизни. Благодать подымала, вдохновляла, жизнь давала, вело к Богу. Каждое наше слово. И дальше он говорит, но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы каждый из нас обратил внимание на наши с вами уста. И вообще требования ко всем нам, служителям, ассистентам, медбратьям, медсестрам. Просто служителям, чтобы мы всегда, покажите следующий слайд, всегда были в таком состоянии. Идем мы по городу где-то, живем мы где-то, приходим мы на работу, у нас повязка. У нас всегда повязка. Встречаемся мы дома, приходим домой, жена, дети, повязка. Повязка. Если вы видите, что кто-то идет из служителей без повязки, вы ему говорите, стоп, где твоя повязка? Где твоя повязка? Ты что, расслабился? А ну, одел повязочку, закрыл ротик и доставляешь благодать. Благодать своим детям, своей жене, своим подопечным, где бы ты ни находился, доставляешь благодать. Почему? Потому что это то, что помогает жить, помогает подниматься. Дорогие мои, я хочу, чтобы каждый из нас, где бы мы ни находились, мы именно так жили. Я вам хочу сказать, сегодня ваша ситуация, ваши дети, именно вот этой агрессии, в этом расстройстве, непослушной, только по одной причине. Повязочки на устах нет. Если бы было, атмосфера была бы другая. А я верю в то, что Дух Святой, Он может помочь тебе. Дух Святой, Он реально может помочь тебе поднимать атмосферу, говорить правильные слова, слова назидания, чтобы оно поднимало жизнь вокруг тебя, вело людей к Богу. Ты можешь это сделать. Если ты служитель, если ты брат и сестра, то это твоя прямая обязанность. И весь народ сказал, имен. Итак, второй пункт моей проповеди. Начинается время самой операции. Время самой операции. Это была подготовка. Прежде всего, хочу сказать, заходит хирург. Хирург – это Иисус Христос. Он ведет операцию. Не мы с вами. Мы всего лишь ассистенты. Мы помощники. Господь, Он сам ведет операцию. Это Его прямая обязанность. Все начинается с чего? С того, что Он начинает операцию. Он берет скальпель, да? Скальпель. У меня только такой есть скальпель. Это так, чтобы вам проиллюстрировать. Скальпель. Вы знаете, что такое скальпель? И Евреям в 4 главе написано так. Ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обоюдного острова, оно что делает? Проникает до разделения души и духа. А где это? А где это? Разделение души и духа в составе мозгов судит помышление и намерение сердечное. Я вам хочу сказать, нет разницы, где это. Это работа Божья. Иногда мы и сами чувствуем, когда Дух Святой просто словом проникает внутрь нас, и мы прям чувствуем такое обличение, присутствие Господня. Бог говорит. Бог что-то начинает творить в нашей жизни. Вот это вот. Бог чаще всего использует проповедника, пастора, лидера прославления. Или просто Дух Святой может непосредственно через мысли вам говорить. И вы прям чувствуете, Господи, ой, я почувствовал. И ты чувствуешь обличение. И в такие моменты не всегда приятно. Скажите? Не всегда приятно. Иногда больно, когда лезвие к телу, что-то происходит обрезание, и сразу так немножко, ой, больно, хочется провалиться куда-то. Я вам хочу сказать такое большое откровение. Не всегда в церкви будет приятно. Но хорошая новость в том, что это временно. Временно. Потому что Дух Святой здесь, и он анестезиолог. Он понимает, ага, нужно добавить немножко больше порции. Добавил своей благодати. И ты чувствуешь, раз пошло заживление. Ты чувствуешь, что оно пошло заживление. И в тот момент Дух Святой, он елеем мажет. Может, сначала он вином, спиртиком, да, так, спиртик печет. Больно? Кричим. Больно. Потом елей. Елей. Хорошо. Хорошо. Масло, вот это, елей и масло, это то, как работает Дух Святой. И вот смотрите, дорогие мои, я хочу обратиться ко всей церкви вот сейчас. Вот эти моменты, когда Дух Святой приходит, когда Бог приходит, когда помазание Господне приходит, это самое-самое время операции. В это время в операционной комнате зависает особая такая атмосфера. Атмосфера тишины, какого-то трепета. Состояние, когда никто не текстует, не созванивается со своими друзьями, не выходит попить кофе. Никто не выходит в то время. Никто не занимается чем-то, просто встал, просто захотел поесть или просто захотел сходить в туалет. Во время операции таких вещей нет. Они готовятся заранее. Вот то же самое я хотел бы, чтобы вся наша церковь услышала. Есть моменты, когда твоим шевелением ты можешь повредить работе Духа Святого. Когда ты вышел, когда ты лишний раз чхнул, когда ты лишний раз что-то сделал, ты можешь повредить работе Духа Святого. И я бы хотел, чтобы в это время у нас в церкви было особенное время. Может кто-то скажет, а я в туалет хочу, что делать? На пять минут раньше приди, сходи, отдохни, и потом приходи и служи Господу. Есть некоторые операции, длятся шесть часов, и все никто не кушает, ничем не занимаются. Именно спасают жизнь человеку. Я вам хочу сказать, реально происходит, может быть, некоторые здесь, из нас, на предсмертном состоянии, может быть, он уже устал, может быть, он разбит, может быть, в его жизни происходит то, что он просто готов уже умереть, вот, на грани. И твоим шевелением ты можешь испортить что-то. Я бы хотел, чтобы все зрелые, все ассистенты, все медбратья и сестры, зрелые люди услышали меня сейчас. Когда происходит момент поклонения, призыва к покаянию, никаких шевелений, никаких выхождений, даже группа прославления во время призыва к покаянию не выходят на сцену. Они выходят потом, после призыва к покаянию. То есть, эти все моменты, дорогие мои, я вам хочу сказать, в жизни каждого из нас бывают разные ситуации. Сегодня ты ассистент, завтра ты можешь быть больным. Кто из вас уверен, что вы завтра не попадете в госпиталь? South West Medical Center. Есть в жизни разные ситуации. Если сегодня ты здоров, думаешь, ой, я здоров, я медбрат, я служитель, я могу походить. Есть всему свое время. Иногда в жизни бывает, когда Бог нас проводит через что-то. Я хотел бы, чтобы мы это понимали, чтобы мы готовились к этому. Дорогие мои, я бы хотел всю нашу церковь призвать к тому, чтобы мы готовили себя к операционной. Чтобы мы готовили, чтобы мы были особенно внимательны. Потому что это не просто церковь, это не шоу, это не просто какое-то классное место. Это там, где работает Дух Святой. Я реально вижу, я вижу, когда Дух Святой поднимает некоторых из вас. Я вижу, как жизнью некоторых из вас просто меняются. Я вижу, как семьи преображаются. Я вижу, как семьи соединяются. Я вижу это, как соединяются семьи. Я вижу, и это по причине того, что вы, братья и сестры, Вместе с Богом, Духом Святым, служили этим людям. Церковь – это больница. Церковь – это место исцеления. Церковь – это место, когда мы формируемся, где мы поднимаемся, где мы начинаем вместе двигаться и прославлять Господа вместе. И все моменты в нем предназначены правильно. Весь этот свет, который висит, вся эта инструмента, аппаратура – все это имеет смысл. Это не просто так. Поэтому я хотел бы, чтобы все мы внимательно были настроены на все это. Аминь. Треть – это послеоперационная. Или рекавери, или реанимация. После операции везут некоторых в реанимацию. Или на рекавери. Если вы попадете в Southwest Medical Center, то вас, скорее всего, будет везти наша одна возлюбленная сестра. Юля будет везти с операционной в реанимацию. Потому что однажды моя Оля попала в реанимацию, не, на операцию туда. И потом ее там, ну, как всегда, анестезиолог вырубил ее, она открывает глаза после операции и смотрит сверху знакомые глаза. Она уже думает, я на этом свете или уже на том? А что здесь Юля делает? Оказывается, Юля ее взяла и повезла ее в рекавериру. Вот интересные моменты, да? Я вам хочу сказать, то же самое происходит в церкви после операции. Когда вы едете домой после служения, это время рекавери. Это время, очень важное время. Я хочу сказать всем нам, не спешите уходить назад в суету жизни. Когда вы едете домой, не нужно обо всем сразу говорить. Просто побудьте в тишине. Позвольте Богу, Духу Святому, все то Слово, которое вы получили там, уложить все в правильных местах. Почему это так важно? Потому что Слово, оно должно иметь место свое. Очень важно, чтобы каждый из нас, чтобы мог услышать. Не возвращайтесь быстро в суету. Иногда после операции врач тебе припишет что-то, да? Припишет какие-то таблетки, скорее всего, обезболивающие. Обезболивающие. Знаете, обезболивающие таблетки, это Дух Святой, да? Если тебе что-то было больно, не надо плакать, не надо переживать. Едь домой и принимай таблетки. Обезболивающие. Дух Святой, скажи, Дух Святой, наполни меня. Дух Святой наполняет. Потом еще какие-то, может быть, укрепляющие таблеточки. Знаете, врач припишет иногда. Это Слово Божье. Ты читаешь, что ты укрепляешься. И ты восстанавливаешься. И тогда жизнь твоя начинает обретать смысл. Ты уже чувствуешь, что ты уже можешь встать на ноги. Тогда ты уже идешь, пошел на свежий воздух, пошел погулять. Свежий воздух очень важно после операции. Не нужно бежать сразу в комнату там, где с компьютером своим или с телевизором. На свежем воздухе. Походи. Забудь про все эти сериалы, фильмы. Оно только загрязняет. Тебе нужен свежий воздух. Чтоб ты жил, чтоб ты мог развиваться, тебе нужен свежий воздух. Свежий воздух укрепляет взаимоотношения. Свежий воздух укрепляет силы. Помогает восстанавливаться. Свежий воздух. Присутствие Господне. Оно обновляется каждое утро. Милость Божья, она обновляется каждое утро. Это то, что нам с вами надо. Дорогие мои, восстанавливаться мы можем в присутствии Господнем каждое утро. Аминь. Поэтому, дорогие мои, пусть Бог сегодня благословит каждого. Я знаю, что в тот момент, потом обычно врачи говорят, теперь тебе нужно начинать делать какое-то упражнение. Включаться в повседневную жизнь. Начинать работать. Это важный процесс. Если ты все время будешь больным, не будешь работать, это неправильно. Служить в церкви, служить людям – это зрелость. Это правильное состояние, когда мы включаемся назад в служение. Аминь. Я верю в то, что это место, оно предназначено для того, чтобы поднять армию сильных, смелых, малых людей. Я верю в то, что это место предназначено, чтобы укрепить каждую семью на этом месте. Я верю в то, что это место предназначено, чтобы повести тебя к тем высотам, о которых ты даже, может быть, и не мечтаешь. Я верю, что это место, оно предназначено, чтобы через тебя Бог совершал великие вещи в твоей жизни. Но для этого позволь ему быть твоим доктором. Позволь ему обрезать все лишнее. И тогда ты сможешь войти в твою обитованную землю. Когда уста твои, когда характер твой, когда не будет никаких вещей в твоей жизни левых, лишних. Все это будет обрезано. Все это будет почищено. Ты увидишь, как это все будет уходить, уходить. И тогда ты будешь ближе, ближе к твоему предназначению. У Бога есть предназначение высокое для многих из вас. Слышите? Но вы не можете в него войти, потому что нет повязки на устах. Потому что одежда неправильная. Потому что руки без перчаток. Не должно быть гнева, должна быть милость, мир. Радость, послушание, святость. И тогда просто ты сможешь войти в твое предназначение. Сегодня некоторые так могут всю жизнь прожить и не попасть туда. Я верю в то, что Бог сегодня, Он предназначил эту церковь для того, чтобы поднялось вот это поколение здоровых христиан. Здоровых семей. Здоровых личностей, которые будут служить Господу. Аминь. Вы верите в это? Вы чувствуете, что Бог работает в жизни нашей? Правда? Вы чувствуете, как Бог работает в твоей жизни? Бог работает. Я хотел бы, чтобы эту картину здоровой церкви, операционной, где Бог совершает вещи, чтобы каждый из нас увидел. Операционная. Это то место, где Бог нас, меня и тебя. Дорогой человек, брат, сестра, служитель, Бог формирует для больших целей. Аминь. Но я хочу с вас, дорогие мои, взять обязательство, чтобы вы будете ассистентами Бога Живого, Духа Святого. Когда происходит служение, я хочу, чтобы вы видели это. Я хотел бы, чтобы каждый включился в это. Я хотел бы, чтобы вы все увидели эту картину. Картину. Насколько это важно. Насколько это важно. Вы готовы со мной быть ассистентами Иисуса Христа? Кто из вас готов быть ассистентами Иисуса Христа, Духа Святого? Дорогие мои, я хотел бы, чтобы каждый из нас, он принял решение, Господь, помоги мне. Я здесь не просто для того, чтобы иметь фан. Я здесь, потому что я знаю. Господь, я люблю Тебя. Я посвящен. Я буду Твоем мастер. Скажи мне, что мне делать. Скажи, какой инструмент поднести. Скажи, что мне делать. Я готов быть в Твоем уделе. Смотрите, дорогие мои. Писание говорит, если видишь брата, в 1 Иоанна, в 5 главе написано, кто видит брата согрешающего грехом не к смерти, пусть молится. Хороший ассистент, что он делает. Если видит брата или сестру согрешающего, он не достает топор и не кричит, сейчас я тебя обрежу все лишнее. Он прежде всего начинает молиться. Состояние каждого из нас. Не руби с плеча. Это не Твоя обязанность. Обязанность Духа Святого это делать через Тебя, когда Ты прежде всего промолил Его. Повторите это слово вместе со мной. Промолил Его. Промолил Его. Когда Ты помолился об этом человеке, тогда веди Его. Тогда служи. Наша с Вами прямая обязанность, если мы видим брата, вести Его к Богу, вести Его к хирургу, вести Его в церковь. Это Твоя обязанность. Вести Его к Богу, в операционную, в церковь. Это наша с Вами обязанность. А уже остальное сделай Дух Святой. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!